Девочки, здравствуйте все. Или ассалам алейкум лучше. Меня слышно, видно? Ну давайте начнем, да. Я сразу скажу, да, я никакой не ученый. То есть все, что я буду сегодня говорить, это просто то, что я сама об этом думаю. Я об этом думала вообще, когда начинала работать в компании Арифлэм, изучала эту тему. Был период, когда у меня такой ключевой партнер, хотя мне не кажется, что он ушел по этой причине, да. Но такой ключевой партнер тоже сказал, что типа уходит по этому. В общем, типа что сетевой маркетинг не является халяльным бизнесом. И периодически мы с этим сталкиваемся. И честно говоря, периодически я изучаю информацию, смотрю, ну по крайней мере, что я могу изучить, да, только то, что выкладывают в интернете. Читаю, смотрю, сравниваю с компанией Арифлэм и вижу все-таки, что эти запреты к компании Арифлэм не относятся. Таким образом, делаю выводы. Вот совсем недавно было так. В общем, я поговорила с братом, сказала, бывает, что парни интересуются работать, но мне с ними работать неудобно, общаться неудобно. Если бы ты заинтересовался бы, я бы им сразу скидывала вот твой номер. И он тоже начал изучать, то есть он, в принципе, он и раньше изучал, и сказал, типа, это халяльно, ничего такого в этом не вижу. Потом он опять заново начал, еще скинул мне какую-то статью, говорит, ну посмотри насчет халяльности, как ты думаешь. Я вот скажу честно, когда садилась читать эту статью, попросила Бога, если это харам, пусть я это в этой статье найду, чтобы я сто процентов, чтобы я ушла бы. Но ничего абсолютно нет. Я говорю, да ничего там такого нет, чтобы они говорили, это абсолютно не относится к Арифлэм. И, ну, враг говорит, тоже, да, тоже я так считаю, что ничего такого там нету. И уже начал спрашивать, что и как ему нужно делать. В общем, прочитаю сейчас вам, что обычно скидывают, да, в интернете есть люди, которые... Меня обидно, кстати. Да, вот, да, мы вот начали работать в интернете, и очень часто нам присылают, что типа это грех, нельзя этим работать и так далее. Но вот я вам сейчас прочитаю, обычно что скидывают. А я вот прочитаю. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Фатуа постоянного комитета Королевства Саудовской Аравии относительно компаний «Бизнес» и «Хабба Аль-Джазира» и других компаний, занимающихся сетевым маркетингом. Постоянному комитету для научного исследования было предоставлено множество вопросов относительно работы компаний, занимающихся сетевым маркетингом, наподобие компаний «Бизнес» и «Хабба Аль-Джазира», которые одним словом занимаются тем, что убеждают какое-то лицо купить некий товар или продукцию, чтобы тот в будущем побуждал других людей покупки этого товара или этой продукции. В последнюю же, в свою очередь, также будут побуждать кого-то купить у них эту продукцию и так далее. И чем больше слоев участвующих в этом, тем больше получает первый человек. И стоимость этого вознаграждения достигает тысячи реалов. И каждый из членов побуждает того, кто после него присоединится к ним за вознаграждение, которое он может получить, если ему повезет в привлечении новых членов в список участников. И подобная операция называется сетевым маркетингом. Да, подобная операция называется сетевым маркетингом. Но дальше я тоже... Почему запрещено? Вот, в принципе, вот это скидывает. И знаете, есть такие компании, которые на самом деле... На самом деле, действительно, это не сетевой маркетинг, а пирамиды. Когда я начинала работать в Арифлейм и начала работать в Одноклассниках, бывало очень часто, что приглашали меня в другие компании. Я в офис не ходила, информации об Арифлейм у меня было очень мало. И когда мне писали, ой, там, у нас вот новая компания, такие деньги мы делаем, это то, сё. Я интересовалась, думала, что интересно у них за компания. Изучала их маркетинг, план. В общем, очень много времени на это потратила. К примеру, была такая компания, не знаю, не помню название, многих этих компаний уже не существует. Была такая компания, которая продавали чай. Типа они говорили, чай стоил 100 долларов, и говорили, что это такой потрясающий чай, излечивает от всех болезней и всё такого. Но при этом состав чаю умалчивался, объясняя это тем, что, типа, другие тоже начнут делать такой же чай, чтобы не было конкурентов. И вот думала, купите этот чай, да, начать бизнес, и всё это было так красочно. Думаю, может быть, моим родителям этот чай поможет, да. Но при этом, когда не знаешь ни состава, когда нет никаких документов на этот чай, просто его покупать, мне показалось, это не то. И, знаете, система таким образом выстраивалась, что никогда человек, который пришёл ниже стоящий, никак бы не смог опередить вышестоящего, к примеру. То есть, вот никак. Это тоже, это просто пирамида. И что такое чай? Что такое вообще пирамида? Пирамида – это когда все люди просто вносят деньги. Просто вносят деньги, и какие-то люди получают прибыль. Обычно, как бывает в пирамидах, вот люди внесли деньги, и говорят, вот через какое-то время, вы получите какую-то сумму. И эти люди какую-то сумму более большую получают. Дальше они об этом всем говорят, и ещё больше людей вносят деньги. И когда очень много людей вносят в это дело деньги, эта компания закрывается, забрав деньги людей, и никому ничего не выплачивает. Вот это и есть пирамида. Но сетевой маркетинг – это совсем другое. Сделали так, бывает компания, которая придумывает какой-то продукт. Допустим, вот этот чай, да. То есть, просто типа люди покупают чай. На самом деле, этот чай никакой стоимости не имеет. Это просто маскировка, чтобы сказать, что это сетевая компания, которая продаёт какой-то чай. Вы понимаете, о чём я говорю? То есть, люди просто вносят деньги туда, и всё. Также была такая компания, кажется, и сейчас есть, очень сильно в Чеченской Республике эта компания развивалась, продавали они кофе. То есть, тоже кофе, очень дорогой кофе, при этом тоже очень полезный, типа, да, и вот покупаешь кофе, и все покупают кофе, и при этом богатеют. Тоже типа того. Но на самом деле, это пирамиды, которые прикрываются продуктом, которые на самом деле не имеют никакой ценности. Самое главное, когда вы выбираете компанию, смотрите, является эта компания настоящей или нет, нужно задавать два вопроса. Имеет ли продукт ценность, и за что платят деньги. Бывают такие компании, в которых за вход нужно какую-то сумму платить. И от этой суммы все остальные или вышестоящие имеют доход. К примеру, мы имеем доход от товара оборота. Если мы хоть тысячу человек зарегистрируем за 150 рублей, допустим, мы от этого никакой доход не будем иметь. Они просто оформили себе дисконт и всё. Вы понимаете, да? А если же и компания, где вот за внесенную сумму, за регистрацию берут какую-то сумму, и при этом вышестоящий или кто-то, кто его пригласил, имеет от этого доход, то это уже пирамида. То есть вот эти моменты нужно понимать. Вот я начинала, что в Саудовской Аравии заплатили, да? Но в Саудовской Аравии Алифлэйм работает. Алифлэйм изучили, и Алифлэйм никогда ни в какой стране не работает подпольно. Она и не может работать подпольно, потому что всё, они берут все разрешения, чтобы им государство разрешило там работать. То есть мы вот получаем, мы платим и налоги, да, кто открывает ИП, мы пенсионный фонд платим, например, не знаю, как в Саудовской Аравии. Но по-любому в Саудовской Аравии тоже это официально работающая компания Алифлэйм. И мы можем даже приглашать людей из Саудовской Аравии. То есть у нас есть там международное спонсорство. И если бы, если какая компания, Саудовская Аравия каким-то двум компаниям запретила работу, на своей стране, но при этом разрешает работать Алифлэйм, это всё равно означает, что они изучили компанию Алифлэйм и разрешили, потому что нету там этого. Почему Алифлэйм не относится к таким компаниям? Потому что самая ценная Алифлэйм – это продукт. И цель компании – это продать свой продукт. И платят они за товарооборот. Причём любой человек, когда бы он не зарегистрировался, он имеет шанс обогнать своего спонсора, к примеру. То есть сколько человек тут работает, столько он может получить. Вы понимаете, да? То есть обычных пирамидах такого нет. И нужно различать. Пирамида – это грех, это 100%. Но нужно различать, где есть сетевой маркетинг и где есть пирамиды. Говоря ещё о нашем продукте, да? Если бы продукт Алифлэйм покупали только те, кто сами зарегистрировались, чисто для своей выгоды, то тогда бы тоже какие-то сомнения были. Но когда я начинала, я не приглашала людей на бизнес. То есть мне было удобно, просто ставила фотки в одноклассниках о продукции, и люди сами у меня заказывали. Но я вам объясняла, что вот вам выгодно, если вы зарегистрируетесь и будете покупать со скидкой. Понимаете, то есть люди, продукт нужен, и продукт люди покупают. И эти люди регистрировались таким образом, я выходила до 18%, просто приглашая людей, которые просто пользовались их продуктом. То есть я тоже и продавала, есть у нас много консультантов, которые продают продукт, также у них покупают, хотя они не думают, что какой-то навар от этого будут иметь, или еще чего-то, просто пользователи. Это самое важное, продукт имеет ценность. Наши продукты получили очень много сертификатов. Наши продукты имеют, вообще компания Reflame имеет очень много патентов, но сбывают свою продукцию компания Reflame именно через сетевой маркетинг. Первое, почему они это делают, потому что, чтобы не было подделок. Во-первых, например, в магазинах, в любом магазине, какой бы он суперский и так далее, не был, в любом магазине 30% это настоящее, а 70% это подделки. И вот, чтобы этого не было, чтобы продукцию Reflame не подделывали, они решили поступить методом, продавать свою продукцию сетевым методом. И в этом, тоже я много видео насчет этого читала, сама система сетевого маркетинга не имеет ничего хорабного, но есть компания, которая пользуется такой системой и в нее вносит туда что-то хорабное. Вот в этом можно разобраться. И скажу, что очень много я компаний изучила, половина этих компаний уже, если не больше, уже и не существует, потому что хорабные компании, они долго не могут просуществовать. Потому что их цель просто обогатиться. просто их цель, да, короче, чтобы побольше людей вложили деньги в это, и они сразу сворачиваются. У них невозможно дальнейшее развитие. В компании же Reflame очень много денег тратится на изучение продукции. В компании Reflame есть центр исследования кожи, где собраны со всего мира, то есть не только шведы там, со всего мира собраны ученые, именно ученые, чтобы их продукция была высокого качества. То есть, например, белая косметика, это крема для лица, да, они потрясающие, они со своловыми клетками растений, к примеру, у нас есть крема Экологен. И благодаря тому, что эти крема распространяются через сеть, да, через консультантов, там нет надбавок. К примеру, если сравнить аналогичное качество других фирм, такой же у нас вот целый набор, к примеру, стоит где-то 4-5 тысяч рублей, то аналогичный крем других фирм, один, да, один тюбик, стоит сам, один тюбик стоит где-то 5 тысяч рублей, который имеет соловые клетки растений. Так, я сейчас отвечу, что я хочу сказать, то есть, благодаря тому, что продукт распространяется через сеть, через дистрибьюторов, то нет накладки. Обычно, когда продается, да, продукция, там бывают крупные оптовики, которые делают навар, да, продают мелким оптовикам, потом это сдаются в магазины, которые также накручивают. И бывает там не, не там 20-30% накручивают, да, а 50-100%. Поэтому у нас на выходе наш продукт стоит дешевле, чем аналогичный продукт стоит в магазине. Так, поиск ответа в интернете наткнулась на то, что компания с... Что здесь счищается? Два догора в одной сделке, что запрещено пророкам, саллаху алейху ассалам, передано в сборники муслима. Первое, это то, что мы должны строить структуру, и второе, это то, что мы не можем взять без личного, зарплата без личного товара оборота. То, что мы не можем строить структуру, этого такого нет. Вообще, раньше невозможно было бы строить структуру, потому что не было интернета. Это все никак невозможно было бы уследить. Сетевой маркетинг начался тогда, когда появился интернет, когда есть возможность закрепиться каким-то человеком, других людей, приглашать других людей, и это все в системе записано. Без компьютера уследить за этим было бы невозможно. Насчет того, что нужно сделать 150 баллов. За всю свою историю Арифлэйм маркетинг-план меняло несколько раз. То есть, не маркетинг-план меняло, а именно такие тонкости были, которые изменялись, и делали, чтобы было честнее. Вот, к примеру, для того, чтобы сделать, взять нашу скидку, нам нужно сделать заказ на 150 баллов. Так? Для чего это делается? Очень часто бывает, что человек приглашает двоих, троих людей, потом, потом перестает работать. То есть, он перестает работать или уходит вообще из компании, но при этом есть два-три человека, которые за ним зарегистрированы. И вышестоящему, они обращаются к вышестоящему, говорят, мы хотим работать, обучи нас. Этот вышестоящий все равно их обучает. Все люди, у кого есть команда, хоть даже на уровне менеджера, он уже, наверное, это понимает, да? Что, несмотря, кто бы, кого бы не пригласил, вы работаете с этими людьми, потому что они находятся в вашей команде. То есть, это ваша обязанность, да? Если с ним никто не работает, то вы начинаете с ними работать. Хотя бывает так, что и неохота бывает с ними работать, но все равно, да? Это уже как-то ваша человечность. И очень часто в компании Reflame вот так люди работали. Но вот тот, кто их пригласил, при этом с ними не работает, и заказ не делает, и ничего не делает, но при этом будет получать выгоду, да, то есть, получать деньги, разве это будет честно? Для того, чтобы он получал выгоду, ему нужно сделать 150 баллов. И это, и это честнее. Хотя бы какой-то товарооборот он сделает и для своего вышестоящего спонсора, который работает с его структурой. Раз. и еще, если человек работает, приглашает людей, но при этом не знает продукции и сам не пользуется продукцией, то, честно говоря, бывают люди, которые приходят, говорят, я пока не буду пользоваться продукцией, не буду ничего покупать, а как построю команду, вот тогда и буду размещать заказы за 150 баллов. Все эти люди уходят, у них ничего не получается, потому что нужно видеть свои выгоды. Мы, когда делаем заказы 150 баллов, нам эта выгода сразу, ну, скидка 32%, плюс, если есть еще команда, мы получаем еще большую выгоду и мы можем это сказать. Мы, это нам нравится и мы продолжаем дальше работать. Но обязательства, если вы не хотите делать 150 баллов, вы можете не делать этого, вас никто не уволит, хотя бы один на один балл. Всего лишь вы делаете заказы Reflame и два года за вами закрепляется. К примеру, будет истекать два года, вы еще что-нибудь закажете и еще два года за вами сохраняется вот эта скидка. Да, то есть скидка 20% и все выгоды, которые может получить консультант. Есть компания, которая нужна обязательно каждый каталог, каждый месяц размещать какой-то заказ. Есть компания, если 2-3 месяца не размещаешь заказ, тебя увольняют и вся структура твоя переходит к вышестоящему и так далее. Очень много различных компаний. Но Reflame было год до сих пор, а сейчас делали 2 года. То есть абсолютно ничего натяжного в этом нет. А делать заказ на 150 баллов, это вы должны относиться к этому уже как к своей работе. Вам не говорят, говорит Reflame обязательно делать заказ на 150 баллов, но если ты сюда приходишь делать бизнес, а сюда приходят люди разные, если ты сюда приходишь делать бизнес, тебе нужно учиться либо продавать этот продукт, либо покупать его себе, но никто не говорит покупать и складывать. Можно, к примеру, покупать wellness продукты, да, и повышать свое здоровье. Можно научиться продавать. У меня есть команда Makiahai, они все делают заказ на 150 баллов, даже те, у которых нет абсолютно структуры, они все продают. Они все продают продукты, делают 900 баллов даже. Вот девочка была, сама делала 900 баллов и ходила на 9%. То есть они получают выгоду не только от структуры, но и от продаж. По Reflame можно приходить, то есть просто пользоваться, да, зарегистрироваться и купить, покупать продукты со скидкой. Дальше можно продавать продукты и на этом иметь выгоду. И так же можно строить бизнес. Но человек, который строит бизнес, он должен более серьезно ко всему относиться. К примеру, давайте еще сравним обычный бизнес, да, и вот сетевой маркетинг. Вообще-то я не говорю говорить сетевой маркетинг, потому что не в любой сетевой компании я работала бы. Есть вебинары, где я рассказываю, почему я работаю именно в Reflame. да, и если бы не Reflame, возможно, я в этом бизнесе меня бы и не было бы. Дальше, что я хотела сказать, вот сравним. К примеру, у меня есть сестра, которая работает, имеет свой собственный магазин обуви. Она, когда вот была война в Чечне, они уехали с семьей в Черкесск. Какое-то время она работала, она фармацевт по специальности, работала в аптеке, но те деньги, которые она зарабатывала, хватало только отдавать за съемную квартиру. Но муж тоже немного зарабатывал, и вот чисто на еду им и хватало. Потом она решила, что начнет продавать. То есть будет что-то прокупать и продавать. Это халяльно, и в этом ничего такого нет. Она начинала очень трудно, то есть так как не было средств, все, начинала с малого, потихоньку, потихоньку, у нее были свои клиенты, немножко как бы раскрутилась. И у них были соседи, с которыми они очень дружили. И которые тоже также были нуждающиеся, да, еле-еле жили, еле-еле концы с концами сводили. и моя сестра говорит соседке, знаешь, я вот так начала работать, теперь у нас накапливаются деньги, хотим купить там и квартиру, а вот почему бы тебе тоже не начать. И рассказала про то, что как она делает, и ее заинтересовало. Ее заинтересовало, та тоже накопила, собрала деньги, может быть, я не знаю, да, то они вместе поехали в Москву, закупились товаром, начали вместе продавать, и более-менее у нее начало все хорошо идти. Но соседка, они покупали одинаковую обувь, да, и на базаре стояли в одном месте, то есть рядом. И так бывало, говорит сестра, что когда к ней приходит какой-то покупатель, что-то спрашивает, она говорит, ой, у меня тоже есть эти обувь, я тебе там отдам подешевле. То есть этого человека его переманивало, что очень сестре не нравилось, несмотря на то, что она и переманивать. И потом решила, чтобы все-таки, чтобы у них обувь была не одинаковая, которую они продают, поехать в Москву за товаром одной, без нее. Ну, как бы так сделала, что поехала без нее, то есть сначала сестра купила отдельно, как бы на другом автобусе поехала соседка и купила уже другую обувь. Соседка купила обувь летнюю, более такую, а сестра купила уже осеннюю, и это было конец ветра, по-видимому. И были быстрые такие холода, быстрые, ну, короче, наступили холода, и соседка испугалась, начала продавать эту обувь вообще дешево, свою. Моей сестре было неудобно, что она вот так с ней поступила, да, ну, как поступила, да, она какое-то время ее научила, все показала, уже решила, чтобы она от нее отстала, да, сама, чтобы этим бизнесом занималась, но и уговаривала ее не продавать, потому что это просто сейчас там дождь пошел или еще чего-то, да, что еще будет тепло, погода еще изменится, и все у тебя получится, не продавай так дешево. Но та женщина все дешево продала, закрыла, свернулась, и была очень обижена на мою сестру, что она потратила деньги в этом деле. Вот понимаете, к чему я вот все это говорю? И вот сравним с нашим бизнесом. Вот если сравнить с нашим бизнесом, то нам выгоднее, чем хорошо будут у человека эти дела, которых мы пригласим, да, нам от этого выгодно, да, то есть он не является нашим конкурентом, потому что нам чем больше он будет расти, тем больше выгоды мы от этого получаем. И даже если он будет разрабатывать больше нас, да, все равно мы имеем от этого выгоду. Понимаете, да, если сравнить с обычным бизнесом, то когда вот у человека, хоть ты его и пригласил, но у него там начинаются идти дела хорошо и так далее, тебе хочется, ну, пусть сам уже, сам уже, пусть работает, я уже дальше не буду помогать. Вот проходят такие мысли. Вы понимаете? да, и поэтому какой тут харам, да, абсолютно, ты стараешься больше помогать своим людям и обучаешь их, да, и обучаешь даже, скажем так, не один месяц, не два месяца, да, мы делаем это практически постоянно, мы постоянно этим занимаемся, мы постоянно обучаем своих людей, мы постоянно работаем над этим, поэтому проводятся и вебинары, проводятся и мероприятия, все это делается для этого. Но если сравнить с обычным бизнесом, и тут, тут кто же тоже может сказать, вот накупил продукцию, не смог продать, бывают такие люди, да, я обанкротилась, а если сравнить с обычным бизнесом, то там так же, а тут мы и не говорим накупать продукцию на большую сумму, никто этого не говорит, тут тебе легче, если взять каталог и все-таки собрать этот заказ, ты уже знаешь гарантированно, что ты сможешь эту продукцию отдать и получить свои деньги, то есть нет риска абсолютно никакого, при этом даже если какой-то человек, который у вас там что-то заказал, уже отказался от своего заказа, вы можете сразу этот продукт вернуть в компанию, вернуть в компанию, и компания возвращает вам деньги, конечно, это не должно пройти много времени, да, как вы получили заказ в течение недели, вы это должны сделать, то есть в обычном бизнесе нет такого, если ты уже закупился товаром, и ты уже должен продать его, получается у тебя не получается, а у нас все-таки мы можем показать этот товар, рассказать об этом товаре, и сделать так, чтобы нам делали заказы, так, мы можем также, если даже человек заказал, мы можем его вернуть, если он его не забрал, поэтому, и еще обратно повторю, да, все, все, что говорят, типа, запретно, все, вот эту Саудовскую Аравию, и что они, типа, запретили, вот все тексты, да, уходят туда, как бы, но в Саудовской Аравии, я повторяю, Арифлэм свободно работает, такой же системой, какой работает и в России, что мы можем даже приглашать людей из Саудовской Аравии, то есть, это не сетевой маркетинг запрещенный, это запрещенные компании, которые прикрываются сетевым маркетингом, и говорят, что они вот сетевой маркетинг, поэтому нужно хорошо смотреть, первое, за что платит компания деньги и какой товар у этой компании, и как я сказала, что даже люди, которые не заинтересованы в бизнесе, не заинтересованы какой-то выгоды, все равно этот продукт покупает, это самое главное, и второе, компания не говорит, нужно иметь обязательно 100 консультантов, 1000 консультантов, 50 консультантов, нет, компания говорит, какой товарооборот вы сделали, хоть один человек этот товарооборот сделает, например, 7500 баллов, компания все ему выплатит, вы понимаете, но компания говорит, нам разницы нет, вы один это сделаете, 10 человек это сделаете, 100 человек это сделаете, смотря каждый человек, какой товарооборот в его команде создался, компания ему и выплачивает, и выплачиваются деньги, начиная снизу. Начиная снизу, если вам интересно, как выплачиваются деньги, есть еще вебинар, где я рассказываю, как распределяются деньги. То есть каждому снизу они начисляются. Вчера ушла одна консультантка, и муж сказал, что если она кого-то пригласит, и этот человек закажет косметику, накрасится не для мужа, это будет для нее грех, и запретил работать. Ну смотрите, ну надо, значит, нужно говорить, пользоваться косметикой самой, это не грех. Так же? Девочки, сам пусть для мужа, да пусть для мужа и красится. Мы же не говорим ей краситься на выход. Если там мы именно и косметику-то не распространяем, можно покупать там продукты, шампунь и так далее, и так далее, которые нужны дома. Можно покупать wellness-продукцию. Сама эта косметика не является харамной, продавать косметику не является харамом. Поэтому это совсем не то. Что угодно человек с любым с тем халяльным, человек может сделать харам, да? Смотря как он его это использует. То есть это вообще, я не знаю даже, как называть. Да, мы не уследим грехи у разных людей разные, мы не сможем как человек, что и как будет использовать, мы не знаем же. Так, девочки, есть еще вопросы? Есть разная косметика. В арабских странах продается разная косметика, да? Правда, там они и красятся очень-очень даже в арабских странах, через чур. Но харам это не харам, но каждый человек уже сам решает. Мы не призываем всех краситься на улицу, да? Я вообще в основном делаю акцент на продукты wellness, чтобы люди просто себе покупали. И я знаю, что это отличные продукты. И вне зависимости от того, даже если вдруг не будет этого сетевого маркетинга, даже если вдруг как бы ничего не будет, но будет продукт Reflame, я его буду все равно покупать. Был такой момент, когда я никак не могла вырасти. То есть у меня были люди, которые пришли просто покупать себе, но из них никто никого не приглашал. Как бы я там ни объясняла выгоды этого, да, им было это неинтересно. И такого роста у меня не было. И в какой-то момент думала, может оставиться это, да, может оставить. Но потом думаю, все равно я буду покупать косметику Reflame. Да, это 100%. Потому что, во-первых, у меня очень сильно болели дети. Очень часто болели дети. Например, Ирсана тоже может это подтвердить. Она сама не раз с детьми ложилась в больницу. То есть любая простуда у нас заканчивалась пневмонией, бронхитой или еще чем-то. Хотя я сразу начинала лечение, но то, что сама, видимо, была не очень здорова, да, и как-то дети тоже со самого рождения получали с какими-то проблемами. То и на массаж их водила, то и еще чего-то. И когда я начала уже давать продукты wellness или детские, да, альхамдулиллах, я от этих проблем избавилась. У меня все лето дети ни разу не заболели. Я очень, вот мы есть в группах, где садик, да, где школа. И вот там пишут, ой, где девочка заболела, с температурой и так далее. Мы сегодня не будем в школе и так далее, и так далее. То есть все зиму этого у нас не было. Мы вот, как я начала давать продукты Reflame wellness, мы ни разу не ложились в больницу. До этого то с одним ребенком, то с вторым ребенком. То есть буду ли я покупать продукты, да, это буду в 100%. Буду покупать и себе, и своим детям. Также мне отлично подходит крема Reflame. Есть продукты, которые мне не нравятся. Не скажу, что прям всю продукцию, это тысяча чем-то на Мьеване, и что бы я ни купила, я была в восторге. Нет, мне эта продукция мне не подходила, но есть очень много всего, что мне очень нравится, и я буду покупать ее дальше. И Мани просто они не знают. Они не знают о нашей продукции, они ею не пользовались. Когда обычно говорят, ой, мне не нравится Reflame, я спрашиваю, а что именно вам не нравится, что именно вы покупали. И человек, вот сколько мне раз вот так говорили, и сколько раз мне я вот так спрашивала, они ничего не отвечали. Они просто не пользовались продукцией. Ну, максимум там скажут, шампунь не нравился, и все. Да, это просто стереотипы людей, они не знают о продукции Reflame. Поэтому и говорят. Сейчас уже идет как бы новая волна, да, мы работаем в основном интернете, и считают, что это как раз бизнес для женщин. Мы, единственное, что можно быть харамное, вот эти мероприятия, может быть, да, где есть мужчины, женщины. Но все равно, если вы идете куда-то, да, или со своим братом, да, я вот, у меня будет возможность взять с собой еще человека, да, кого-нибудь, когда я буду, ну, в Сочи. Но я думаю взять с собой брата, чтобы и для моей сестры было удобно, и для меня было удобно. Понимаете, да? Единственное, вот это, есть такие какие-то моменты, да, которые, если человек прям уж 100% ничего харамного не хочет сделать, то он может просто этого и не делать. Но в самой системе, в самом этом бизнесе нет ничего харамного, и даже скажу наоборот, мне кажется, это такой бизнес, который тебе Бог воздаст за то, что ты помогаешь людям. Это вот основная цель и основной смысл всего, что мы делаем. Мы помогаем людям. И так компания сделала, что чем больше ты помогаешь человеку, тем больше ты помогаешь людям, тем больше тебе воздается. То есть на вопрос, когда говорят и вам скидывают, что типа-типа харам, да, и в Саудовской Аравии чего-то там запретили, да, вы говорите, что просто в Саудовской Аравии Арифлэм работает. Для того, чтобы понять компания халяльная или нет, нужно изучить одну компанию. Компаний, прикрывающихся сетевым маркетингом, очень много различных. Просто, ну, именно компанию Арифлэм изучили и вот дали какие-то свои выводы, но нет этого. А если мы вот сразу сами посмотрим, да, с чем согласны, не согласны, то вот по всем пунктам, где говорится запрещено, да, ни по одному пункту это не подходит. Единственное, можно сказать, что нужно покупать на заказ на 150 баллов, но это не обязательно. Это обязательно, если ты строишь бизнес и хочешь получить деньги со своей структуры. Но тут уже, тут ты как бы бизнесмен, это бизнес, и покупать в месяц на 5-6 тысяч рублей или продавать этот товар, да, причем, когда человек имеет хорошую скидку, заказ на 150 баллов, это где-то 3000, за 800, 3300, 3500 максимум, и все, какие деньги ты на это отдаешь. Но получаешь выгоду гораздо большую, когда продажешь. И если ты сюда идешь как в бизнес, это не такая большая сумма, это не как тебе в цептор нужно продавать продукцию на 50-150 тысяч рублей, да, вот обязательно. Точно не могу сказать, но вот там есть такие большие цифры. И тут нету таких каких-то накруток, да, чтобы полк прям как дорого. Нет, это продукт стоит столько, насколько у него качество. И как я уже говорила, ты имея такое же качество, продукция в магазинах стоит очень дорого. Вот к примеру, крема со стволовыми клетками растений. Девочки, наверное, все на этом. Да? Уже времени прошло. Насчет турбороста и автомобильной программы мы поговорим тогда в следующий раз. Хорошо? Я всем желаю вам удачи. Спасибо, что послушали. Субтитры сделал DimaTorzok